Мы с вами, по сути дела, на войне. Мы, по сути дела, с вами воюем за свою будущность, за свою жизнь, за свои семьи. Никто не собирается нам чего-то давать. Это все надо взять. Деньги – это не самое главное в жизни. Мне вчера рассказали историю, у меня работает человек, у него брат, богатый, очень богатый человек, живет в Китае, сам с Украины живет в Китае, уже 10 лет 3 завода имеет, быстрый бизнес называется, недвижимость по всему миру. Два дома в Саиланде, один для себя, другой для гостей, для друзей. Вот дом специально для друзей, с большим бассейном. Принял такого же, как он, богатого парня в гости, тот прилетел из России, и девочка 3-летняя утонула в бассейн. Полные карманы денег. Не в деньгах счастья, согласен? Не это самое главное в жизни, но без денег мы никто. Когда встанет вопрос о спасении, нам надо чем-то спасаться. И это деньги. В Библии написано по этому поводу, что богатый имеет возможность спастись деньгами, если это надо. Если надо операцию делать, то он достает деньги из кармана. Если мама заболела, то это не означает, что, ну что делать, на липах тоже нет, я же не могу ее в больнице, я же не могу ее в санаторий. У меня же денег нет, и она уходит, пусть она умрет. А если бы у тебя были деньги, то она бы еще лет 15 бы жила. Но у тебя нет денег. У моего ребенка проблема, говорит человек. Мне нужна операция, но денег нет. Мы вот объявление дали, мы вот благотворительность просим, но денег нет, так и не смогли забрать эту огромную сумму в 20 тысяч долларов. Если у тебя нет денег, то ты никто. В этом мире. Деньги не главное, но ты никто. И мы боремся за эти деньги. Мы обязаны в этой борьбе победить. Это борьба. Это не просто хочу заработать, поджелаю подзаработать, вот хочу подняться, вот хочу разбогатеть. Это борьба за жизнь. Была такая книжка, борьба за огонь. Это борьба за жизнь. За свою собственность, за наших близких. Если среди вас люди, которые кого-то любят в этой жизни. И любят по-настоящему, ради них готовы на что-то рискнуть и подействовать так, чтобы действительно им что-то дать. Это родители, это близкий человек, которого вы любите, это ваши дети, это ваши сестры, братья. Да мало ли кого мы любим в этой жизни. Если ты ради себя не можешь, то ты должен думать о других, о тех, ради которых ты мог бы поработать. Вот мне лень. Ты тогда никто. Если ты в этой борьбе не можешь сконцентрироваться и взяться за дело всерьез. Если ты не осознаешь и не держишь фокус на этих проблемах, а просто качешься по жизни. Ну сегодня неохота, вот завтра мне, вот как-то не могу начать, вот что-то такое. А думай, это борьба за жизнь. Есть такая книжка известного человека, я не буду назвать его специально. Он что-то там говорит по поводу исцеления. Он способен исцелять людей. Он знает какие-то методики, он академик. Я не против этого, я ничего не имею против. Суть не в этом. Он описывает в своей замечательной книге такую историю. Он говорит, я нащупал метод, с помощью которого, апробировал его, с помощью которого неизлечимо больных людей, которые болеют вот такой болезнь, но я там могу подозревать, что это за болезнь, которая выкашивает наших людей. Мы пришли к выводу нашей команды, что мы можем помочь людям. Даже на последней стадии мы можем их оттуда выделить. И мы проверили там всякие клинические испытания, и пошли в Минздрав там везде доказывать, что мы можем помочь людям. И они вроде как бы приняли нашу методику, но нужны факты, нужны подтверждения. И мы, говорит, в одном городе российском, ну скажем, большой, миллионный город, типа Самара или Саратова, обратились в обл. или в город там здрав, и сказали, дайте нам списки больных, которые стоят у вас на учете, и которым уже никто помочь не может, врачи от которых отказались. Дайте нам эти списки, неизлечимо больных. Им терять нечего, мы на них попробуем. Причем это не какая-то методика, там, связанная с химиотерапией, там, или с чем-то таким, лекарственными, а вот такая, в целом, особая методика. Я не знаю, о чем речь. Они говорят, конечно, конечно. И дали 260, там, что-то, 4 фамилии. Адреса, фамилии, люди стоят на учете, обречены на смерть. Кому месяц, кому два, кому пять осталось. И вот, говорит, мы разослали душесчипательное письмо всем этим неизлечимо больным людям с описанием того, что вот тогда-то, там-то будет проведена встреча для вас с академиком таким-то, который знает методик, с помощью которого неизлечимо больной человек вот этой болезнью может исцелиться и стать здоровым. Поэтому мы вас, зная вашу проблему, и что вы стоите на учете, и у вас вот такая вот ситуация, мы вас приглашаем настоятельно прийти послушать. И разослали вот этим всем 200 человек. Или 400, я точную цифру не помню, но, наверное, 400 человек. И вот, говорит, прошло время, месяц, срок, мы сняли зал на знательное время, я, говорит, моя команда, на 50 человек сняли зал и пришли туда. И вот приезжают представители Минздрава, дело заранее, и видят зал на 50 человек, говорят, вы что, с ума сошли? Вы полный, почему такой маленький зал сняли? А мы, говорит, им отвечаем, что много не будет людей, все равно все не прийдут. Вы что, больные? Вы что, больные? Это неизлечимо больные люди. Они придут с родственниками, это их последний шанс. Они здесь будут ломиться, они здесь подавят друг друга. Мы им доказываем, что все равно все не прийдут. Не понимают врачи, что люди не прийдут. А мы-то, как люди, уже ребята опытные, поэтому сняли на 50 мест в зал. Пришло около 30 человек. Для врачей это был шок. Как? Кто-то не поверил, кто-то некогда. Ну, некогда. У кого-то телевизора, у кого-то что, не пришли. Тогда, говорит, мы завтра сослали еще более кровавое письмо, назначили время, и на следующий день опять их собрали. Ну, пришло порядка 100 человек. Порядка 100 человек, остальные... Я в это не верю. Я в это не верю, говорит он. Борьба за жизнь. Люди, вы понимаете, что я сейчас говорю? За жизнь. Человек знает, что напричем. И вот пришли 100 человек. Мои действия, говорит он. Начало ровно в 10. Вот 10 часов, а я не выхожу. Я нахожусь здесь, но не выхожу. Я тяну время. И мой человек выходит и говорит, ну вот так один задерживается. 5 минут жду. Хожу там, наблюдая за ней. 10 минут. На 15-й минуте поднимается бунт. Кам! Нас собрали! 15 минут! Да что такое! Да сколько ждать! Им объясняют. Ну вот он едет, вот он уже вот, 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 ну вот, вот. Немножко подожди, вот такие обстоятельства. А я жду и наблюдаю за ним. Кто-то с гневом стал вставать, хлопать с дверьми и выходить. Потому что никогда. Колоплиум. Представит у кого-то. Кто-то поехал домой. Потому что 15 минут для него это время невозможное. Чтобы узнать, а действительно ли есть такой шанс. А действительно ли я могу выздороветь. А действительно ли это правда? Потому что я же обречен на смерть. Я это знаю. Но 15 минут. Это ж какая-то скотина не пришла. Я. Потом, наконец, отсеялась половина. Мы отсеяли половину таким образом. И я вышел. Извинился. Сказал, что стоит все. И начал говорить. Ребят, это придется работать. А-а-а. Работа. Потом я сказал. Это будет стоить. Сегодняшнее собрание будет стоить денег. И билет будет стоить вот столько денег. Цена две банки сгущенного молока. Половина сразу разгневалась. И вышла. Короче, я их мордовал специально. До тех пор, пока не осталась группа самых стоить. Кто действительно хочет побороться за свою жизнь. Они готовы пожертвовать. Двумя банками сгущенного молока. 30 минутами потерянного времени. Терпением подождать, когда придет человек. Который хочет мне рассказать, как я могу выздороветь от неизлечимой болезни. Будучи приговоренным к смерти. И через 40 минут осталось 26 человек. И мы с ними начали. Мы с ними занимались в год. Двое из них высосали мне все мозги. Остальные 24 более-менее бились за себя. Прошел год. И мы сделали запрос. Чтобы узнать, а сколько же из всех этих 412 человек, которые стояли на учете, были приговорены к смерти. Будучи неизлечимо больными от вот этой болезни. Сколько же осталось живых? И мы определили с точностью на 100%. Что осталось живых? Ровно 26 человек. Два из них, которые отсосали все мозги. И 24, которые работали. Все эти 26 живы через год. Все остальные умерли. Как и было обещано. Цена? Две банки сгущенного молока. 30 минут потерянного времени. Я зачем вам это говорю? За свою жизнь предстоит биться. Возможно, будет кому-то больно. Возможно, будет трудно. Возможно, будет лень. Возможно, будет тяжело с точки зрения восприятия другими твоих действий. Кто-то будет над тобой хихикать. Кто-то будет не понимать тебя. Кто-то откажется. С кем ты порвешь отношения, будешь вынужден. Но в результате ты станешь другим человеком, который научился добывать в этой жизни деньги и всегда идти по жизни смело. Куда бы он теперь ни попал, кем бы он ни стал, он будет всегда с деньгами. Вот перед вами человек стоит, который долгое время влачил жалкое существование. 10 лет в сетевом бизнесе я не зарабатывал денег. 10 лет, год, два, три, пять, восемь, девять одни долги. Все смеются. Уже все устали смеяться. Уже даже пальцем не показывают. Сумасшедший сетевик. Долбанутый на всю голову. Человек со значком. Бывший капитан первого ранга в кожаном плаще со значком. Хочешь похудеть? Спроси меня, как? Был нормальный, стал больной. И все время кривляется, рассказывает о деньгах. А сам весь в долгах, как собака в блохах. А теперь все заткнулись. А у меня теперь есть внутри нечто, что позволяет мне не беспокоиться о своем будущем. Никогда. Вот случись что-нибудь с этой компанией, не даю, я завтра снова буду зарабатывать деньги. И такие, которые для многих кажутся заоблачными, неестественными, неправильными и недостижимыми. Вчера моя дочь приходит, с каким-то парнем общалась и говорит, вот он мне рассказывает, 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 рассказывает о себе, рассказывает о своих контактах. Он работает где-то в России, в «Газпроме». И говорит, у меня есть парень такой классный, парень у него в бизнес он зарабатывает 140 тысяч американских долларов в год. Куда он такие деньжищи девать, я не знаю. И моя дочь говорит, да надо же, ты подумай-ка, ты подумай-ка, аж 140 тысяч долларов в год. Ты подумай. Не потому что она кривляется, потому что она знает другие цифры. Почему? Потому что кто-то заплатил цену. Со мной шли сотни людей по этой дороге, по тяжелой. Их нет. Кто сидит на рынке, кто на пенсии, кто вообще нигде. Они отказались от борьбы. Кто из вас хочет научиться побеждать в этой борьбе всегда? Есть такие? Вот для этого вы здесь и собрались. Вот здесь вы и должны получить навык, знание и уверенность в том, что вы всегда справитесь. Я прошу вас, подумайте об этом все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.